Приветствую вас, Ангни. Давайте разберем ваш вопрос. Итак, вы пишете о том, что у вас есть проблемы по здоровью, но на работе вы их не можете озвучить. Вы пишете, что не можете озвучить начальнику. Вы пишете, что придумываете отговорки. Вот, и вам стыдно. Вам стыдно. Ну, по крайней мере, так это выглядит. Безусловно, вы сами до конца эту причину не знаете. И, честно говоря, до конца этой причины не можем знать и мы, потому что от того, чтобы это узнать, нужно с вами поговорить. Вот. Пока мы с вами не поговорили, вряд ли можно сказать о том, что именно с вами происходит. Вот. Потому что ситуация покалась, что оснований для происходящего с вами может быть достаточно много. Ну, давайте разберем, значит, более подробно ваш текст. Нахожу разные предлоги, чтобы обратиться в больницу. Не беру больничные, было несколько операций, после них только прокапывавшись бежал на работу. Доктор назвал меня лошадью, просил поберечь себя пойти домой, отвлечаться, но я не могу себе это позволить. Я думаю, что вот именно здесь ситуация похожа на то, что работа для вас является элементом контроля. То есть только работа и имея доход вы чувствуете себя в относительной защищенности. Хотя, конечно, вариантов может быть достаточно много. Дальше. Не пойму, что за этим скрывается. Ну, я, например, как человек со стороны, тоже пока что не пойму. Чтобы понять, нужно с вами поговорить. Дальше. Проблемы гинекологические, неуважение к собственным потребностям за два года уже проработать меняло по собственному желанию. Ну, это, тоже как и стыд, является чисто внешними моментами. То есть так себе вы это объясняете, но совершенно не факт, что это то же самое. То есть я думаю, что более реально то, что у вас специфическое, может быть, специфическое отношение к тому, что вас могут пожалеть, у вас, может быть, специфическое отношение к тому, что к вам будут относиться как, вот, ну, может быть, к неполноценной, или к вам могут относиться как-то вот, может быть, не очень хорошо. Вот. То есть я думаю, что, возможно, вся проблема где-то вот плюс-минус включается в этом. Вот. Все. Понятно, что вариантов может быть много, но вот пока что. Мне кажется, что вы боитесь, что вас будут желать. Может быть, вы не позволяете себе болеть, потому что для вас это слабость, вот, для вас это вот что-то неприемлемое. Опять же, потеря контроля. Дальше. А то, что вы сменили работу, да, но это ничего не значит, это может быть совсем про другого. А сейчас на новой работе сотрудница еще неделю не проработала. Уходила я на больницу, теперь опрачивалась несколько раз в неделю сдавать анализы, никто ее не гонит, увольняться. Почему я боюсь поступить и поступить так же. Ну, здесь интересный момент, может быть, связан это с тем, что у вас, например, не принято говорить о своих потребностях, о своих слабостях и о своих желаниях. Я, безусловно, всех моментов не знаю и могу знать, но вот, на мой взгляд, ситуация вполне может быть именно такой. Если у вас в семье или вот в целом в вашем опыте довольно редко встречается такая история, когда вы можете позволить себе говорить о том, что вас волнует и о том, чего вам хочется, вот, то это вот как раз сюда. Ведь говорить о своих потребностях не так легко, как кажется на первый взгляд. Особенно если вы к этому не приучены. Особенно если вас этому, ну, особенно если вас, вот, знаете как, если не одобряли, если не одобрялось это, вашими близкими, родными, семьей. Вот. Так что, нужно смотреть, нужно смотреть конкретно ваш опыт и дальше уже, я думаю, будет несколько более понятно. Вот. Кстати, как вы воспринимаете начальство, тоже довольно важный компонент, потому что начальство вам может восприниматься как родительская фигура и, соответственно, перед ними вы должны будете как-то вот, ну, например, выслуживаться, как-то вы должны будете перед ними, там, выглядеть и так далее. Да. Не исключено, что свое место работы, выбирая другое место работы, не исключено, что вы бежали. Да, то есть вы, ну, убегали, просто убегали, вот, в это самое другое место работы, вот. Понятно, что сейчас я больше гадаю, но, что-то такова, что выбора нам вы особо не оставляете, вот. По-хорошему вам имело бы смысл поработать с психотерапевтом, вот. По-хорошему вам имело бы смысл, вот, поговорить об этом, вот, с психологом. Но, поскольку вы, вот, пока что обращаетесь только в рамках своего публичного ответа, вопроса, то, я думаю, что, ну, пока что на данный момент больше сказать вам, к сожалению, нельзя, ну, вот, даже при том условии, в общем-то, что хотелось бы, то есть помочь вам, в принципе, хотелось бы, но, ну, вот, возможности полноценно пока этого сделать, я не сказал бы, что вижу, вот. Дальше. Так, вот теперь, так, почему я боюсь поступать так же, как снять блог? Оно аноним. Если говорить о том, как снять блог, то это, вот, занятие психотерапией. Вот, это, в общем-то, является самым лучшим результатом, с самой лучшей, самой лучшей формой, снять блогом. Вот. Другой вопрос. Подходит ли это вам? Вот. То есть я, честно говоря, пока что на этот вопрос ответить затрудняю. То есть я затрудняюсь сказать, подходит ли вам такая форма, я имею в виду психотерапия, вот. Ну, это было бы лучше всего, чем, например, сейчас, допустим, вы задаете вопрос крайне вот такой, максимально общий вопрос. Вот. Не думаю, что в этом есть, не думаю, что в этом есть, и может быть для вас что-то хорошее, что-то хорошее, что-то хорошее. Что-то, что может вам полноценно помочь. Вот. Дальше. Значит, дополнение. У вас есть дополнение к вопросу на вашем вопросе. Не могу решить это озвучить начальнику, из этого приходится искать уважительную причину, то есть врать. Я бы могла прямо договориться, что был бог, но она себя возглавляла. Почему начальнику не можете сказать об этом? То есть начальник для вас, он, вот, имеет какое-то значение здесь, вы начальника боитесь или что. Понимаете? То есть это, вот, я бы сказал, ну, достаточно важный момент, на который вам нужно обратить свое внимание. Сейчас, пока что, ситуация, ну, вот, довольно неоднократно. Вот. Хотелось бы вам об этом сказать. А вы, как бы, не раскрываете, на мой взгляд, до конца, проблему, вот, ну, в том числе, например, потому что, можете просто не знать, что именно, говорите, какие знания в том числе. Потому что, потому что вы сами вытесняете истинную причину. Вот. И, как мне, например, кажется, что вы ее, эту причину, сами, и не увидите, потому что в вашей психике, я бы не сказал, что, ну, выгодно, чтобы вы эту причину, увидите, потому что тогда проблема будет, ну, решена ваша. Вот. Так что, я, я не думаю, что имеет смысл пытаться, пытаться догадаться вам в том, что происходит. Я думаю, что гораздо лучше было бы все-таки поговорить со специалистом, да, и вот, проблему эту потихонечку решать. Тут, опять же, важный достаточно момент в том, что результата сразу у вас может не быть, вот. То есть, это все-таки в определенной степени процесс не моментальный, вот. И, соответственно, если вы сами, например, хотите быстрого результата, то думаю, что могут возникать проблемы, потому что у вас есть некая, на мой взгляд, по крайней мере, вторичная выгода от того, что сейчас, сейчас вы делаете. Здесь именно вот вторичная выгода. То есть, некоторые, некоторые преференции, которые вы получаете от того, как себя ведет. Вам может быть тяжело, вам может быть неприятно, вам может быть очень некомфортно в этом. Но, человеческая психика устроена так, что у любого поведения есть свои плюсы. И вот у вас, очевидно, такие плюсы, к сожалению, присутствуют, вот. Это те плюсы, ради которых вы делаете то, что делаете. И, соответственно, пока что вы себе в этом отсчет не отдаете, но я думаю, что если с этим поработать, то, на мой взгляд, можно какие-то причины найти, можно будет какие-то причины найти и, соответственно, тогда уже будет куда более, куда более понятно, как вам действовать дальше. Ну, то есть, вот, в каком ключе вам двигаться дальше. Это, на мой взгляд, предельно, предельно очевидный момент. Ну, понятно, что я не знаю, насколько он очевиден для вас, да, но для меня этот момент очевиден. Вот. И, соответственно, я могу только надеяться, что для вас он очевиден так же. Вот. Вот, в принципе, пожалуй, то, что я хотел вам сказать пока что. Больше, наверное, пока нечего добавить, потому что я озвучил, потому что все остальное нужно уже, на мой взгляд, смотреть вот более подробно. То есть, ну, смотреть более подробно вашу историю, смотреть более подробно эти налоги вашей проблематики, да, и исследовать уже вот конкретно ваши реакции на то или иное. Вот. 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 Вы говорите, что проблемы у вас есть по здоровью. Я бы, вот, в свою очередь, сказал бы, что, как правило, просто так ничего не бывает. Вот. И, соответственно, если у вас есть, вот, определенные трудности, вот, я имею в виду, с здоровьем, если у вас есть определенные трудности, то, возможно, это тоже проявление некоторых психологических проблем. То есть, природа ваших проблем с здоровьем может быть психосоматической. Вот. Вот. Понятно, что я не претендую на истину, вот, здесь, потому что я ни в коем случае не врач. Вот. 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 Но опыт позволяет говорить о том, что подобные вот ситуации вполне возможно. то есть, ситуации, при которых вот подобные проблемы могут быть психосоматические. Вот. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду. И, соответственно, найдите возможность для того, чтобы обратиться к специалисту, вот, чтобы вам оказали помощь, вот, чтобы вам именно, именно, вот, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ те сложности, которые у вас есть. На этом все, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что дал вам пишу для размышлений. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, не откладывайте обращения к специалистам.